Здравствуйте! В эфире программа «Республика» с главными событиями среды. Вас познакомит наша корреспондент и я, Ольга Алексеева. Сегодня в выпуске. Национальная гордость. 29 апреля. День флага, герба и гимна Чувашии. День флага, герба и герба и герба. При необходимости центр готов принять пациентов с 14 мая. Помещение центра разделили на чистую и грязную зоны. Это сделано для того, чтобы исключить контакт зараженного коронавирусом с другими пациентами. К работе с COVID-19 готово все. Главный инструмент диагностики – компьютерная томография. Преимущество кабинета компьютерной томографии, в том числе и кабинета магнитно-резонансной томографии, в том, что они у нас оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких. 17 коек из 90 развернут в реанимационном отделении. Сейчас медики проходят дополнительный инструктаж. Сейчас мы проводим все необходимые подготовительные мероприятия. Это и для оснащения нашего центра для лечения указанных пациентов. Это и приобретение средств индивидуальной защиты для наших сотрудников. Это, конечно же, приобретение специфических итиотропных лекарственных препаратов. То есть все, что необходимо для того, чтобы мы полноценно, в полном режиме смогли оказывать эту помощь. Мы будем работать вахтовым методом. То есть две недели смена работает, неделя отдыхает. Для тех врачей, которые не захотят идти домой, оборудуют места для проживания в этом же центре. Рифат Фадкулин, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. На заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности обсудили реализацию национальных проектов. Подробности у Рифатов Фадкулина. В этом году в Республике реализуется 51 из 67 программ, входящих в национальные проекты. Финансирование составляет почти 16,5 миллиардов рублей. Общая сумма средств, подлежащих контрактации в рамках реализации национальных проектов, составляет 7,8 миллиардов рублей, как идет контрактация на 15 апрель 2020 года. 58 государственных контрактов заключено из 181 или 32 процента. 68 муниципальных контрактов из 176, 38,6. Самое главное построить работу так, чтобы выполнить показатели в срок, несмотря на временные сложности. Поэтому направления, которые по объективным или субъективным причинам проседают, нужно контролировать особенно тщательно. Строительная отрасль не выполнила план ввода жилья в прошлом году. В этом риск сохраняется. Почти 60 миллионов рублей в этом году Чуваши получат на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации. Планируется к концу 2024 года, вовлечь в малое и среднее предпринимательство в сельском хозяйстве не менее 1350 человек. Субсидировать проекты будут в виде гранта «Агростартап». Конкурсный отбор на получение грантов «Агростартап» объявлен. Прием конкурсной документации с 15 апреля по 14 мая до 1 июля гранты будут представлены победителям конкурсного отбора. Планово получат 15 фермерских хозяйств эти гранты. Конкурсный отбор решено провести дистанционно, посредством видеоконференц-связи. Выделенные средства должны использоваться максимально эффективно. За этим следит антимонопольная служба. Всего за прошлый и этот год было проверено 65 закупок. В январе-марте 2020 года было рассмотрено 21 жалоба, которые приподнаны на закупки по национальным проектам. Из них одна была возвращена. 9 признаны необоснованы, 11 обоснованы. Было привлечено к ответственности 18 должностных лиц, но это не по первому кварталу, это по нарастающей за прошлые периоды. В Рио главы Чувашии Олег Николаев отметил, выполнение национальных проектов – это ответственность лично его и каждого из сидящих за этим столом. Мы все четко осознаем, что реализация национальных проектов имеет очень важное значение. И те мероприятия, которые в него заложены, они, прежде всего, направлены на то, чтобы качественно изменить условия жизни каждого гражданина Российской Федерации. Ну и, конечно же, в нашей ситуации мы говорим о жителях Чувашской республики. Из-за пандемии и связанными с ней ограничениями, птицеводческие предприятия испытывают сложности с реализацией продукции. Как выйти из положения, не нарушая правил, эти вопросы обсудили в Цивильском районе в рамках «Агрочаса», который регулярно проводит Минслихоз Чувашии. В условиях пандемии на птицеводческом предприятии «Вурнарец» требования к безопасности еще более ужесточились. Пришлось даже сократить количество персонала – 70 человек в смену. Таким образом, был ограничен контакт гусей с внешней средой, что исключает возможность заболевания птиц. Проводятся и лабораторные исследования. Если птица завозится из других регионов, она непосредственно в обязательном порядке согласовывается с Россельхознадзором в Чувашской республике. И потом уже непосредственно полностью подпадает под наш контроль. А именно, после завоза специалисты наши выезжают на место, проводят клинический осмотр, проводят наличие ветеринарно-сопроводительных документов и дают разрешение на реализацию. Рынки закрыты, но потребность в живой птице еще есть. Молодняк сейчас хотели приобрести и частники, и небольшие хозяйства. Возникает вопрос, как организовать безопасный птичий базар. Допускать скопление людей на этих площадках – это нежелательно. Поэтому в нынешних условиях предприятие имеет такую возможность развивать птицу по заявкам. То есть любой желающий заходит на сайт предприятия, вот можно в частности, если говорить про вурнадис, тоже могут зайти к ним на сайт. Есть контактные телефоны, значит, любой житель может позвонить, оставить заявку, сказать, что ему нужно, значит, столько-то птицы в таком-то количестве привезти туда-то. Предприятие уже формирует заявку и, значит, сообщает заявившему о дате, значит, завоза птицы и адрес на разводе птицу по домам. На территорию данной фермы может проехать только одна специальная машина, которую регулярно обрабатывают дезинфицирующим раствором. И уже на ней птицы отправляются к заказчику. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. На внеочередной сессии Государственного совета Чувашии депутаты рассмотрели вопросы, связанные с мерами поддержки жителей региона и представителей бизнес-сообщества. Как сообщает пресс-служба в Рио главы республики, цитата, «Общая сумма расходов с учетом выпадающих доходов при принятии этих мер для бюджета составит около 8 миллиардов рублей». Конец цитаты. Деньги для Чувашии очень серьезные. На сегодняшней сессии депутатам важно было найти ответ на вопрос, как будет жить Чувашия после завершения пандемии коронавируса. Возможно, громко сказано, но сегодня от решений законодателей во многом зависело будущее Чувашии. Казалось бы, важность момента понимают все. Но начало заседания пришлось отложить, так как внимание к себе потребовали фракции КПРФ и ЛДПР. Тему продолжит Анжелика Григорьева. Коммунистам не понравилось, что не налажена интернет-трансляция заседания. Через 20 минут перерыва уже представители партии ЛДПР выразили недовольство по поводу обнаруженных салфеток, которые якобы не были убраны с прошлого заседания. И снова всем депутатам пришлось прекратить работу еще на 20 минут, пока велась дезинфекция и уборка зала. Наконец, начались вопросы о принимаемых мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Для поддержки медицинских работников выделены средства из федерального и республиканского бюджетов, а это более 136 миллионов рублей. Значительный выплат за март месяц в пластической медицинской работе Борис-Скоро медицинский комплектует 202 тысячи целых шестьдесят тысяч рублей. Частик врача на сумму 108 тысяч рублей и 20 человек, это средний медицинский персонал, на сумму 154 тысячи целых шестьдесят тысяч рублей. Дополнительно, в соответствии с познаванием правительства Российской Федерации будет еще 78,80 миллионов рублей в медицинской дневной работе непосредственно участвующим в оказании медицинских помощи граждан, у которых выявлены новая коронавирусная инфекция. Выплаты будут производиться в мае за день 2020 года. Справочность размера выплат. Скорость скорой медицинской помощи составит 50 тысяч рублей, средний персонал младшин, персонал непонятных, 25 тысяч рублей. Пационар врачей в гости, 10 тысяч рублей получит средний персонал, 100 тысяч рублей, младшин персонал 25 тысяч рублей. Сколько тестов на коронавирус делается ежедневно в Чувашской Республике? И кому? Соответственно, достаточно ли этих тестов? В лаборатории в нашем подъемном медицинском здравоохранении с нарастающим тонн выполнено 8 тысяч 580 семен. Из них за сутки 834 семени. Практически в три раза увеличилось количество исследований. И, соответственно, результат увеличения количества исследований, вот мы видим активное выявление непосредственно и контакта, и больных, зараженных коронавирусом. Что касаемо второго вопроса, поработает глубокая риска. Значит, лабораторные исследования проводятся в первую очередь. Медицинские работники, работающие непосредственно, имеющие риск контакта и ухода, то есть заражение, коронавирусная инфекция, соответственно, основание губанского медицинского здравоохранения, они обследуются раз в 10 дней, проходят обследование. Пройти обследование также могут лица, которые имеют все признаки вирусной инфекции. Для тех, кто решил для собственного спокойствия сдать анализ на COVID-19, могут это сделать в республиканской клинической больнице и кожно-венерологическом диспансере за 1267 рублей. Одобрили парламентарии и меры поддержки семей с детьми. Сегодня мы принимаем закон об индексации республиканского семейного капитала. Эта сумма ранее, до сегодняшнего дня, она была в 100 тысяч рублей. И из республиканского бюджета выплачивалась сумма при рождении в семье третьего ребенка или при усыновлении в семью третьего ребенка. После внесения уточнения в действующий закон, размер республиканского семейного капитала будет 150 тысяч рублей. И еще одно новшество будет. Одномоментно, один раз родители могут взять на текущие свои расходы 20 тысяч рублей. Законопроект вступит в действие после его подписания в Рио главы республики. Анжелика Григорьева, Валерий Резюков, Республика. Крупнейшие предприятия Чувашии присоединяются как благотворительные акции «Мы вместе». Специальные продовольственные наборы из фирменной продукции местных производителей собирают для передачи инвалидам первой, второй группы старше 65 лет. Сегодня в продовольственном фонде отгрузили очередную партию. Еще в начале режима ограничений в Рио главы республики Олег Николаев призвал всех объединиться для того, чтобы поддерживать друг друга. Поэтому инициатива Общероссийского народного фронта получила активную поддержку. Главная задача – помочь людям пережить непростое время самоизоляции и массовых ограничений. Общероссийский народный фронт инициировал по всей России, и на каждый регион были выделены определенные денежные средства. На Чувашии было выдано 10 миллионов рублей. И, конечно же, когда эти деньги пришли, ну и была поставлена задача, чтобы эти деньги были максимально использованы для того, чтобы, с одной стороны, чтобы это был содержательный пакет, но существенный, где бы содержались продукты разного назначения, то есть хлебобулочные, молочные, сладости, мясные продукты. И ровно такой пакет мы сформировали. Волонтеры трудятся с раннего утра. Более 30 человек прибыли на склад продовольственного фонда, где потребовалась их помощь. Каждый день они собирают по полторы тысячи наборов. Для ребят очень важно не остаться в стороне и позаботиться о людях, которым сейчас опасно выходить на улицу. Мы студенты Чувашского государственного аграрного университета решили прийти на помощь в этот нелегкий период нашим нуждающимся людям, нашим нуждающимся пенсионерам, чтобы они могли пережить это нелегкое время с нами. Вес каждого пакета больше 5 килограмм. Все продукты только от чувашских производителей. Сроки хранения не менее 6 месяцев. Первая отправка с помощью волонтеров состоялась еще вчера в Маргаушский район. Сегодня были отгружены партии еще в 7 районов. Спасибо большое, что организовали. Во-первых, всю эту работу взяли, потому что очень важно было, чтобы был один оператор, который бы собрал вот эту всю площадку, все на данной площадке. И то, что нам это удалось достаточно быстро организовать, и то, что люди в течение ближайших нескольких недель получат вот такой существенный набор и поддержку, то это здорово. Спасибо. В целом планируется собрать около 20 тысяч продовольственных пакетов для районов и городов республики. Списки получателей составлены совместно с Министерством труда и сотрудниками Фонда социального страхования. Валерия Друженец, Бахтияр Велиев, Республика. Медикам в помощь. Чебоксары активно подключились к всероссийскому движению мейкеров. Ученики детского технопарка «Кванториум» на дистанционном обучении под руководством своих педагогов модифицировали модели известных держателей для масок, напечатанных на 3D-принтере. Начинается все с моделирования. Затем данные переносят в специальную программу и задают параметры. Далее по этим эскизам готовится адаптер. Специальные устройства, позволяющие убрать давление на уши при ношении медицинской маски. Материал экологически безопасен и экономичен. Они печатаются у нас в течение двух часов. Затрачиваем пластик примерно 14 грамм. То есть это недорого по себестоимости. То есть здесь только, наверное, длительность по времени. Если в среднем здесь мы можем печатать за два часа где-то пять деталей, и, соответственно, за день мы можем напечатать сколько? Если восьмичасовой рабочий день, то это уже получается 20 штук. Сама идея печати на 3D-принтере пластиковых держателей принадлежит канадскому школьнику. Сейчас чебоксарские инженеры дорабатывают и совершенствуют проект, чтобы поддержать врачей во время пандемии. Им приходится работать в усиленном режиме. Первую партию мы передали 25 защитных масок. Это даже не маска, а как-то защитных экранов. И затем, я так понимаю, просто сарафанное радио сработало, и стали обращаться другие организации здравоохранения. Причем даже не только Чебоксар, но и город Канаж, и сейчас даже Урмарская республиканская больница. Детский технопарк «Кванториум» стал координатором этого мейкерского движения в Чувашии. Также сейчас готовятся новые партии барьер-масок. Они предназначены для защиты медицинского персонала при близком общении с больными. Экраны легкие по весу, и их можно использовать повторно, предварительно обработав антисептиком. Кроме того, на их изготовление уходит меньше времени. То, что дети в рамках проектной деятельности разработают, делаем мы на нашем оборудовании. Из одного листа может получиться 9 масок. В течение дня мы можем изготовить около 100 масок, если работаем непрерывно. Для этого, значит, вот у нас произошла резка материала. Вот у нас получилась такая масочка. Затем нам необходимо удалить из нее защитную пленку, чтобы она была прозрачная. И потом мы уже ее сворачиваем и формируем маску. Благодаря изобретательности юных инженеров, пользу от новейших технологий медработники уже ощутили. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. 29 апреля – день государственных символов нашей республики. Герба, флага и гимна Чувашии. В этих символах многовековая история. В них нашли отражение самобытная культура и традиции нашего народа. Впервые герб и флаг появились у Чувашии как у самостоятельной территориально-административной единицы в 1920 году. Однако, просуществовали недолго. После чего почти 70 лет пользовались символикой РСФСР. Современные же госсимволы были разработаны специально для Чувашской республики в 1992 году. Их создал художник Элли Юрьев. Государственный гимн написали поэт Илья Тукташ и композитор Герман Лебедев. Именно 29 апреля и герб, и флаг, и гимн были утверждены Верховным Советом депутатов Чувашской ССР. Копия флага Чувашии будет храниться в Шотландии. Сегодня руководитель региона отправил туда посылку с государственным символом. Это ответ на письмо, которое пришло в адрес Олега Николаева от студента из Шотландии. Вот это вот древо означает, что мы объединены. Средняя линия, это обозначает, что вот как аж Чувашии, которые проживают вот эту часть, которые, те Чувашии, которые проживают на территории Чувашской республики. А остальные, это которые за пределами Чувашии. И они все объединены едиными корнями и единым стволом. Изучение флагов стран и республик – хобби Николаса Холла, студента старейшего вуза Шотландии Сент-Эндрюсского университета. Он коллекционирует флаги и изучает традиции народов. Поэтому Николас написал письмо в Чувашию с просьбой выслать государственный символ республики. Я уверен, что ваш флаг внесет значимый вклад в мою коллекцию. И я вижу по символизму, который заложен в нем, что это значимые вещи. В Шотландию отправят флаг Чувашии, сувениры с государственной символикой, а также поэму Нарспи на трех языках – чувашском, русском и английском. Такой интерес к нашим символам вдохновляет, радует. Мы должны делать еще больше, чтобы Чувашию было заметно, Чувашию видели. И самое главное, не стесняясь продвигать всю нашу красоту, начиная от символов, заканчивая иными наслыми достижениями и богатствами. Копия чувашского флага отправилась и в США в ответ на аналогичную просьбу молодого коллекционера. Песенный марафон регионов Приволжского федерального округа «Наш День Победы» продолжается. Легендарная песня уже прозвучала на макшанском, эрзианском, марийском, башкирском языках. Творческий коллектив Самары исполнил ее на русском. Это день победы, ороген пропал, это праздник, сверебной на исках, это радость со слезами на глазах. За годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей. Каждый второй не вернулся. А те, кто остался в тылу, ковали победу у станков и в поле. В те сложные годы Волжский город стал запасной столицей СССР. Здесь делали легендарный Ил-2 и построен бункер Сталина. Именно в Куйбышеве Шостакович дописал и дал премьеру Седьмой симфонии. Отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан. Военный парад 7 ноября 1941 года стал одним из самых ярких мировых событий военного времени. В Самаре гимн победы исполнил Волжский русский народный хор имени Петра Милославова. Это уникальный творческий коллектив, который на высоком профессиональном уровне представляет богатейшее наследие народов по Волжье. Для Самары, для Волжского хора мы всегда всю жизнь занимаемся уже более 65 лет именно патриотическим воспитанием и сохранением культурного наследия великой страны. И поэтому этот день мы точно не могли пройти мимо. И все как в одном порыве были готовы исполнить эту песню. Наш День Победы – уникальный марафон, объединяющий тысячи вокалистов. Самара передаст эстафету Республики Татарстан. 6 мая к акции «Присоединимся и мы». А в День Победы легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в патриотической народной акции. Видеоролики регионов-участников размещаются в социальных сетях по хэштегам «Песни Победы ПФО» «Наш День Победы» и на Ютьюбе. Это главные новости к этому часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова